Снизилось количество граждан, считающих коррупцию очень большой проблемой для страны. К такому выводу пришли сотрудники Международного республиканского института, в ходе исследования которого проводилось методом опроса граждан. Важнейшим направлением деятельности государства была и остается борьба с коррупцией. О том, как сегодня ведется борьба с социальным злом и какие есть результаты, расскажет наш корреспондент Кундус Кадатаева. Борьба с коррупцией в последние годы набирает обороты. Так, за прошлый год финансовой полицией было зарегистрировано 915 коррупционных преступлений, ущерб по которым составил 454,7 миллиона сумм. Кроме этого, ГСБ было выявлено 20 фактов взяточничества. Коррупция не является приоритетной проблемой в обществе. Такие результаты были выявлены в ходе исследований Международного республиканского института. В опросе приняли участие жители со всех регионов страны. Анализ проводился с 21 ноября по 3 декабря прошлого года. «Мы последние 15 лет исследуем коррупцию в Кыргызстане. Большая часть респондентов, которые принимали участие в нашем последнем исследовании, отметила, что финансовая ситуация в стране хорошая. Из этого исследования нам стало ясно, что многие жители не считают коррупцию приоритетной проблемой, как это было раньше». «Такой результат вполне возможен, уверены эксперты, поскольку ранее пути решения проблемы коррупции были на бумаге. Но дальше этого дела не двигалось. Даже если уголовные дела возбуждались, то зачастую позже они закрывались по тем или иным причинам, а общественность тем временем пребывала в неведении. В последние годы борьба с коррупцией приобрела совсем иной характер, считают эксперты. Процесс борьбы стал открытым. Сейчас общественность прекрасно знает, кто и когда был пойман со взяткой и какое наказание его ждет. Благодаря такой открытости граждане начинают осознавать, что за коррупцию человек не останется безнаказанным. «Сегодня борьба с коррупцией намного эффективнее и наглядно. Нам всем показывают, как арестовывают, как они делят деньги. Все это снимают на видеосъемку и показывают, что нет никаких шоу. И мы все видим, что действительно идет борьба с коррупцией». Цифровизация страны стала хорошим подспорьем в борьбе с социальным злом, отмечают эксперты. Ведь инновационные технологии исключают человеческий фактор, благодаря чему снижается риск коррупции. Так, на сегодняшний день 62 госоргана и 20 коммерческих организаций были присоединены к электронной межведомственной системе Тундук. «Есть, конечно, позитивные, что единое окно. И вот нужно до конца. Нужно уже технологии есть, не бояться. И для этого даже потенциал есть. Компании наших отечественных айтишников, они могут сделать». Значимость цифровых технологий в борьбе с коррупцией отмечает и глава государства. Вступив в должность президента Сорунбай Чейнбеков, первым делом рассмотрел вопрос коррупции. И по сей день глава государства отмечает, что борьба с коррупцией не будет остановлена. «Одавить коррупцию в одиночку невозможно. Эффект будет только от совместных усилий, подчеркивает президент. Все замешанные в коррупции чиновники, вне зависимости от их былых заслуг и ранга, обязательно понесут строжающее наказание». Кундуз Кадатаева, Туроран Арбеков, ЛТР, Бишкек.